Флаг не копья Знамени Победы. Он создан в том же стиле, что и элементы праздничного городского декора. Но для ветеранов, обязательных гостей этого мероприятия, это напоминание о том боевом Знамени на Рейхстаге. Как его туда водружали, школьникам надо знать из первых уст, считают городские власти. А потому на праздник пригласили и учеников хостинских школ. Именно этим ребятам и завоевывать следующие победы. И лучше бы в мирное время. Вот пример сочинец Данил Плужников. Несмотря на врожденный недуг, стал лучшим на федеральном телепроекте «Голос. Дети». Мы гордимся тем, что наш именно сочинский мальчик действительно победил. Когда-то я совсем недавно, в день освобождения Крыма и присоединения Крыма к России, сказал, вручая Данилу подарок, сказал, кто же нас победит, когда у нас есть такие мужики. И действительно, кто нас победит. И сегодня Данил еще раз подтвердил, что он победитель. После подъема на самую высокую точку курорта ветеранов и почетных гостей тут же у башни угостили чаем и выпечкой. В целом же в городе пройдет несколько десятков мероприятий, приуроченных к Аденю Победы. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте администрации курорта и на нашем сайте fkt.com. Субтитры создавал DimaTorzok